Дорогие друзья! Всероссийский фестиваль православных певческих традиций «Истоки» приветствует вас! Мы предлагаем вашему вниманию богослужения и концерты древних распевов, а также колокольные звоны, мастер-классы, лекции, семинары, круглые столы и многое тупо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дорогие братья! Субтитры подогнал «Симон» 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 В вашем лице и все семинарии вручить нас небольшое подарочек, чтобы наше сотрудничество, а мне очень интересно, что вот такой знаковый день у нас насыщенный, у нас из семи дней, один из самых насыщенных дней, это именно сегодня, это именно для, в первую очередь, для Екатеринкурской духовной семинарии. И мне хочется, чтобы это сотрудничество, за которое я буду, в том числе и отца Камиля, передайте мне, пожалуйста, вот эту мою благодарность. Я надеюсь, что это сотрудничество, оно только началось, но оно у нас не закончится, а позитивной продолженности. Это еще не всем подарок. Бывает, что касается семинария, очень важно следить на учебное заведение, очень важно следить за временем. Я надеюсь, в семинаре найдутся всегда, это будет актуально, куда повесить часы, так что вы счастливые, говорит, что вы наблюдаете. Те, которые не учатся, они еще не счастливы. Они счастливы только еще должны приобрести, так что наблюдайте за временем, когда начинается учебный процесс. Вот когда заканчивается, может быть, кто и не видит этого, тот, наверное, счастлив. Так что благодарю тебе, Стефану, и весь состав «Керенбургский семинар». После такого выступления я еще сделаю краткую ремарку. Для тех, кто не в курсе, кто его не знает, наш фестиваль существует уже четыре года. Называется «Кронный год». Именование на сегодняшний день – это Всероссийский фестиваль православных певческих традиций и колокольного звона «Истоки». И как действительно справедливый отец Стефан сказал, мы назвали фестиваль «Истоки», потому что мы занимаемся нашими «Истоками». В первую очередь, отечественными. Ну, казалось бы, кто-то может возразить, кто-то из вас, как раз, Екатеринбуржец, может возразить, как же наши «Истоки», если вот в прошлом году мы приезжали и занимались, по сути, исключительно византийской музыкой. Но кто все-таки церковную историю помнит, то помнит, что наши «Истоки» отечественные, они как раз базируются на византийской церковной истории, на византийском церковном искусстве и первые образцы, которые у нас появились в Древней Уссе. Это, как раз, замечательные образцы византийской культуры и византийского искусства. Это такое небольшое выступление по поводу фестиваля. Ну, соответственно, сам проект, который насыщенно проходит в Екатеринбурге, и это уже такое приполовение его прошло четвертый день с семьи, а сегодня четвертый день. Он называется «Истоки Екатеринбурга». Если раньше это было только вне византийской музыки, то сейчас это уже... Вот, как у вас здесь расположена пише. Это уже и вне византийской музыки, и древнерусский распев, «Уральский колокольный звон» и «Древнерусская каллиграфия». Из этих четырех направлений вам, наверное, полезно больше всего, потому что сейчас сосредоточено будет три, по крайней мере, три из этих направлений. Кроме «Уральского колокольного звонка», но я думаю, колокольный звон его специфика такова, что вы из меня, которые вы очень хорошо уже слышите в данной экране. Так что эти все темы, повторяю, они весьма-весьма актуальны. Зачастую, это еще есть такое, с советского времени распространенное мнение, что такое, вот мы находимся в семинаре, соответственно, специально все священнослужители, ну или большим свойством, в основном. В советское время именно в такие рамки церковь загоняет. Поэтому не приветствовать поступлению в семинарию людей с высшим образованием, не приветствовать, чтобы люди дровитые были, становились священниками. Поэтому кто-то перед поступлением в семинарию шел в дворники, еще в сторожа, еще как-нибудь, чтобы вот с таким странно положительным для поступления списком уже поступать в духовный семинар. Вот сейчас вот таких гонений нету, но зачастую можно услышать те же самые мнения, что семинария – это народ достаточно узкопрофилю, ну и, соответственно, и священство в том числе. Отметь мне, и я надеюсь, и вот в моем частности желании, и вот почему-то мне хотелось встретиться именно в стенах семинария. Именно я надеюсь, что вы здесь сидящие, и те, которые готовятся стать священнослужителями, ну и как минимум послужить активно церкви, хотите быть в мире просвещенными. Просвещенными не в смысле любопытными знать все и вся, в том числе и то, что мир приносит в топы и в трену, а знать в них, в том числе и свои истоки, церковь из этого, ну как дерево из корней, просто засыхает. Поэтому вот то, что мы вам предлагаем, вот эти все направления, мы предлагаем как не некий экскурс в историю нашей страны, нашей церкви, нашего законного искусства, а это то, что пронизывает и может пронизывать сейчас в богослужении. Если человек хочет действительно молиться Богу и помнит, что каждый из нас признан творчеством, каждый человек, который хочет служить Богу, он неминуемо должен быть в отцу. Будь то девчий, будь то чтец, дьявол, священник, мы все признаны творчеством. Не само выражение для гордыни, но все-таки к реализации того, что в нас закладывает Господь. И что от нас он, соответственно, ждет.